итак как я делаю превьюшки для креатив маркета вот у нас открыт фотошопный файл где уже готовая превьюшка я хочу сначала показать как тут все устроено вот у меня здесь например чашечка слева она у меня лежит на отдельном слое все тексты текстом все работы мои на отдельном слое я могу добавлять убирать включая фон вот еще одно превью тут пятна текст все сделано прямо фотошопе как можно сделать превью берем фон к примеру вот попробуем что-то сделать из этой сфотографированные желтой бумажечки для начала дублируем слой вот и я хочу обесцветить чтобы это была такая бумажечка а-ля помятая это прям текстура если его трассировать то можно использовать но нам такое не нужно я для себя сохранила слишком он выбивается слишком бьет глаза тон тоже самое тогда мы идем яркость добавляем чтобы она была совсем светлая такая она не должна быть серой она должна быть очень светлой вот сохраняем можно в чпег можно так мне проще будет работать я сохраню ее чпегу потом у меня есть набор работ к примеру это паттерны да вот мы открываем я здесь уже собрала все для кредит маркета вот у меня apps чпег все сложено сделаем попробуем сейчас также сам разместить как было предыдущем превью мы просто помещаем вот он у меня немножко ошиблась нужно сначала подравнять рабочую область вот она 1160 на 1772 если же у вас в общем у вас здесь можно поменять здесь можно поменять нажимаем enter и идем кроп идем размер изображения пишем здесь 1160 на 1772 автоматически и 300 я ставлю вот уменьшается контрол плюс приближаем это уже готово формат превьюшки для кредит маркета и берем наш паттерн помещаем его сюда и например мы разбрасываем типа листочки такие вот лежат у нас вот это пока один положили и два раза кликаем здесь здесь попадаем в стиль слоя вот сам внизу тень мы настраиваем если видно да слева это слишком да то есть нам надо поменьше обычно здесь я поменьше ставлю дистанцию уже поменьше и угол где то наверное вот так то есть свет у меня справа значит тень падает слева размер поменьше и очень грубая тень поставим процентов 40 чтобы она нас не смущал а еще я сделаю опять очень грубой можно зайти поменять вот это более грубая это не грубая ну вот как то так теперь берем следующую работу нужно сделать покрупнее даже нет мне нравится больше вот такой паттерн то же самое только более мелкие и помещаем вот у меня появился сверху я хочу чтобы он был снизу перетаскиваем этот слой теперь нам нужно тоже тенюшка заходим в стиль слоя копируем стиль отсюда и вставляем сюда замечательно следующее точно так же растягиваем растягиваем именно за края с зажатым шифтом тогда будет нужное нам вот опять же помещаем назад вот здесь я например посмотрела и хочу увеличить вот этот центральный квадрат он мне кажется маловато нажимаю вот на этот слой нажимаю ctrl T он его снова наделяет вот я его увеличила теперь этот я хочу немного повернуть повернуть как мы повернем не знаю как вот так вот так вот так вот так и вот этот увеличить вот теперь мы должны написать текст я вот сейчас на верхнем слое нажимаю текст пишу текст сиамлес пантернес выделила текст захожу в цвет выбираем допустим черный вот увеличиваем и чуть-чуть опустить опять же ctrl T и с зажатым шифтом Потом он будет опускаться как раз, не съезжая вбок. Вот, мы вот сюда вот нажимаем Enter. Все, превышка готова. Можем сохранить в PSD. Обычно я сохраняю файлы. В отдельную папку для кредит маркета. Например, 132-й продукт Patterns Gold 2. Тут у меня будет папка, называется My. И сюда я буду складывать все свои превьюшки. Это у меня будет первая превьюшка. Я ее сохраняю в PSD. И после этого я ее сохраняю в ЧПЕК. PSD нужен мне. На кредит маркет я его не гружу. Если я потом захочу что-то здесь поменять, дописать, я открываю PSD. Опять что-то делаю и сохраняю в ЧПЕК. Дальше. Если нам нужно макап. Вот у меня здесь сложенный макап. Что-то у меня такое. Этот мне не нравится. А тут тоже непонятно что. Симпатично, но не для нашего продукта. файл, макапы. К примеру, макап подушки. Вот она у нас лежит. Здесь. Как с ними работать? Вот здесь справа, где вот такой значок, это значит, что это смарт-объект. Тут написано. Ваш дизайн. Подушка номер один. Вот она. Если нажать на глазик, то дизайн подушки пропадет. Подушка пустая, поэтому ничего не пропадает. Вот здесь подушка один сама лежит. Мы ее можем убрать. Не видим мы ее, но она есть. Подушка два. Точно так же. Значит, тут еще можно на пол какой-то дизайн положить. На фон, на стену. Вот. И есть фон. Сам фон. Стена. Тоже можем поменять. Если же я хочу положить сюда свой фон. Допустим, ту же мятую бумажку. То я становлюсь на тот слой, который будет. Вот мой фон, который я вставлю, он будет над слоем, на котором я сейчас стою. То есть не на бэкграунде, а чуть-чуть выше. Беру нашу подложку и тащу ее в фотошоп. Вот она сюда положилась. Пол. Вот он. Пол мы его убрали. Все. Теперь у нас подушечки остались. Берем подушку, например, подушку номер два. Два раза нажимаем. Ок. И сюда мы кладем, вставляем наш паттерн. Нажимаем Enter. С Shift и с Alt растягиваю для того, чтобы сохранить ту порцию. Сохранило оно его. И вот подушечка. Теперь берем вторую подушечку. Точнее первую. И на нее складываем вот так вот. Опять то же действие сохранили. Готово. Опять же, здесь мы можем написать наш текст. Или же, если мы хотим вставить эти подушечки наши уже в другой свой готовый дизайн, то мы просто выключаем фон. Вот. Это уже без фона картинка. Мы ее можем сохранить как в NG. Ну вот, давайте сюда ее сохраним. Это уже все закрываем. Если у нас готовый дизайн, например, вот этот. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Файлы весят много с макапами. Так же, как и наши превьюшки тоже много весят. Тут у меня уже, видите, я уже положила подушечку. К примеру, я хочу убрать эти подушки. Они мне не нравятся. Где-то глазик еще. Вот. И вставить сюда подушку, которую мы только что сделали. Вот. На прозрачном фоне. Вот она вставилась. Я могу повернуть. Вот так вот я могу сделать. Все, готово. Так же мы поступаем со всеми объектами. Еще какой момент. Вот у меня, например, была чашечка. Очень модно ставить чашечки на превьюшку. Я не знаю, зачем. Я, конечно, сделала все очень грубо. Вот у меня чашка вырезана из фона. Ну, на превью это не видно. Вот у меня 5000 на 3400. Размер фотографии исходный. А размер превью у нас 1160. То есть чашечка значительно уменьшается. Я беру, выделяю фон. Да, вот серый фон. Magic Wand. Он выделяет все, что видит. Смотрим, чтобы чашку не задела. Ctrl-D снимаем выделение. Опять выделили. Опять выделили. Приблизительно, да? Обрезаем. Что-то у меня так как-то странно обрезается. Вот так вот. Примерно обрезаем. И вот здесь видим какие-то непонятные косяки. Да. Ну, тогда можно взять просто резинкой пройтись. Если квадратными скобками можно увеличивать размер кисти, резинки и прочего. Вот мы ее чуть-чуть так аккуратно. Вообще так не делается. Для превью это подходит. А для продажи, если бы я эту чашечку хотела продавать, то я бы аккуратненько здесь все проходило. Я взяла бы инструмент. Вот такое вот лассо. Но, повторюсь, я ее продавать не буду, поэтому я вот так некрасиво способом все и удаю. Чтобы не заморачиваться. Так. Ctrl-Z отменяет последнее действие только одно. Если же нам нужно отменить больше, чем одно действие, то мы заходим вот сюда. Это History. История. Вот здесь вот она у нас включается. И вот если нужно убрать, да, отступаем на шаг, на шаг, на шаг назад. Вот. Чашечку мы вывязали почти. Готово. Сохраняем в Panagen, вы знаете. Потом можно вот так. Выделяем только чашку. Ctrl-C и Ctrl-V. Оно вставилось. Видите, какая огромная. То, что я говорила, 5000 пикселей. Ctrl-T нажимаем. И тянем за уголочки с зажатым шифтом и Ctrl-ом. Потом подвигаем. Опять зажимаем. И вот так вот мы ее себе куда-то ставим. Такая красота. Ой. Вот. Можно даже ее тень сделать, да. Да. Вот такая красивая тень. Все готово. Сохранили. Закрыли. В принципе, все. Все готовы. Все готово. Все готово. И я въ chillу Music. Все готово. Все потише. Все готово.